Слепота из-за капель В общем, прежде чем мы начнем, лучше эти процедуры никогда не пробовать Меня зовут Ава Мелисса и вы готовы к этому разговору Кстати, да, лайк, подписка Уже долгие годы косметология и пластика неотъемлемая часть жизни Кто-то за, кто-то против, но в данном контексте это не имеет значения Имеет значение то, что эта сфера развивается И вместе с ее развитием появляется очень много сомнительных и экспериментальных услуг Пластику сейчас делают даже 70-летние люди С целью, конечно же, обложения или просто модификации своей внешности Ну, делают те, кому позволяют организму здоровье И я считаю, что никто не может это обсуждать, если человек сам себе отдает в этом полный отчет И это его выбор Но некоторые процедуры, например, по смене цвета глаз, вызывают вопросы Но об этом чуть позднее Айсберг необычных услуг в сфере бьюти Не секрет, что в Азии, а в частности в Китае, очень много бьюти-трендов для того, чтобы быть худой девушкой А еще очень много лайфхаков, как проверить то, насколько ты худой Ну, например, рыбки в ключицах Да, звучит странно, если вы это не видели, ну, хорошо, что вы это не видели, но вы это увидите дальше Да, в прямом смысле слова, рыбы в ключицах Вот прям вот здесь Ключица, рыба Смысл в том, что чем больше рыб ты можешь поместить себе в ключицу, тем ты более худой Уже очень долго в Китае в ключице засовывают рыб, монеты, ну, иногда даже бутылки пива Да, бутылки пива Это не пиво Это All Might и Juice из Геройской Академии В общем, чем больше рыб или монет ты удержишь в ключице, тем ты более считаешься худым И ради того, чтобы показать свою худобу, многие просто дико худеют Еще из этой же категории тренды на супер узкую талию Один из таких челлендж Сколько раз вы можете обернуть наушники вокруг своей талии? Ну, если у вас они, конечно, проводные Ну, и очевидно, что чем больше оборотов получится сделать, тем более худая талия Или еще как вариант тренд с листом бумаги Девушки делают фотку с листом А4 Его держат перед талией И если ее не видно за листом, то у вас идеальная фигура Ну, по меркам этих трендов Мне, кстати, даже стало интересно Что сделать листок с моей талией? Это моя талия Это листок бумаги Видно ли за листком бумаги мою талию? Я отсюда не вижу Я не понимаю Ладно, на монтаже посмотрю Уверена, что многие из вас захотели бы тоже повторить этот экспириенс Я не знаю, зачем мне это надо Я просто решила в рамках этого контекста Хоть что-то сделать Потому что рыб включиться я определенно совать не собираюсь Честно говоря, я не очень понимаю теоретически, как это должно до поместиться Я думаю, не стоит объяснять, что эти тренды сами по себе не очень здоровые Хоть листок на талии не несет никакого вреда здоровью Но разве что психическому Очень многие действительно нездорово худеют Для того, чтобы повторить этот челлендж Во всяких социальных сетях В Дуине, в ТикТоке, да где угодно И это как бы на пользу явно никому не шло И не идет Очень хочется пиццы сейчас Или мороженого А еще лучше все вместе Еще и знакомая на день рождения пригласила Хочется вообще не идти Или пойти в пижаме Ну, чтобы было комфортно Надо же совсем не стильно Хотя стоп Очевидно, что я могу выглядеть здесь стильно и комфортно одновременно Нужно просто выбрать крутые луки в приложении Озон Тут ведь можно действительно найти все, что только душе угодно Ну и не забываем про комфорт Средства личной гигиены тоже, кстати говоря, никто не отменял Тем более, что у Озон проходит сейчас очень крутая акция И будет разыгран целый миллион баллов Целый миллион баллов на Озон А также офлайн и онлайн консультации со стилистом Лина из Димбиковой Место на ее курсе, сам себе стилист И гарантированный подарок, гайд по стилю И все, что для этого нужно Это приобрести средства от брендов Always, Tampax, Naturella или Discret Вот, совсем другое дело Все-таки можно чувствовать себя не только красиво, но и комфортно одновременно И это все еще вне зависимости от цикла Ну, а пока я еду на день рождения Можно еще сыграть в новую мини-игру от Озон И получить скидку на покупку средств гигиены Для вас я оставила ссылку и все подробности в описании Еще один очень странный азиатский тренд Это улыбка Джокера Есть такая специальная операция По поднятию уголков губ вверх Чтобы они всегда находились в таком положении Смысл в том, что опущенные уголки рта Стали считать признаком старения Ну, признаком старения это стали считать абсолютно рандомно И появилась, собственно, операция по их поднятию Уголки рта разрезают Потом сшивают так, чтобы они всегда были в приподнятом состоянии Потому что считается, что легкая вот эта вот улыбка Джокера Придает лицу более моложавый вид И тем самым можно продлить свою молодость Даже если ты молодой Кстати говоря, справедливость и радость Много людей любят, когда уголки губ наоборот направлены вниз Но теперь есть операция, как поднять уголки вверх Про операцию для опущения уголков губ я еще пока ничего не слышала Но я не отрицаю, что это возможно Я даже не знаю, как мне нравится больше Но мне интересно, а вы на чьей стороне Тем, кому больше импонирует улыбка поднята вверх Или естественное положение губ И, возможно, даже немножко опущение уголков С этим Громом просто нереально снимать Я постоянно отвлекаюсь, и мне страшно Но бывает Вот так вот обсуждаем какую-то жуть, и она Грома пугается Лайк На самом деле в Корее сейчас эта процедура очень популярна Ее делают даже не только в пластических хирургиях, но и в косметологиях Потому что научились при помощи ввода вот сюда вот гиалуроновой кислоты Вот эти вот уголки губ подтягивать наверх Принципиальная разница между этими двумя услугами в том, что когда ты делаешь пластику Как правило, это уже необратимо и остается с тобой навсегда Уж не важно, хороший или плохой исход будет В случае же с косметологией обычно это держится примерно год Но в целом, как будто бы кому очень надо Но, наверное, косметология в этом случае будет лучше Хотя и от косметологии можно ожидать очень много всего И не всегда самого лучшего Еще одна очень странная процедура, которая даже меня удивила Я чего только в этой жизни уже не видела Это пилинг коленей Зачем это нужно? Некоторые могут быть недовольны тем, что их колени темнее, чем основной цвет кожи И для этого придумали специальный пилинг Конечно же, это не обычный скраб, который мы с вами наносим во время нашего ухода на лицо Это специальный, особенный химический пилинг Который буквально, ну, сдирает кожу, разжижает ее В надежде на то, что новая кожа, когда восстановится, будет более гладкая, нежная и светлая Конечно же, такую услугу делают далеко не только в салонах, но и также существует огромное количество специальных лайфхаков и рецептов Как отпилить эту... как отпилить... ну, буквально, да Как отбелить эту кожу в условиях домашних Там используются всевозможные невероятные жижи, типа Смешай лимонный сок с солью и прочими вещами, которые я не буду вам озвучивать Потому что, в общем-то, от этого можно получить нехилые такие тактые ожоги Несмотря на то, что это вроде как бы домашняя непонятная жижа Ну, или покрыться аллергией, как вариант И рядом с пилингом коленей идет их лифтинг Подтягивают кожу над коленями, если она кажется слишком дряблой или что-то в этом роде И также существует такая процедура, как радиочастотный лифтинг И как бы с помощью вот этих вот радиочастотных волн воздействуют на кожу И это, по идее, должно сделать ее более подтянутой, упругой и молодой Плазменная ручка Это вот такая специальная ручка, которая влияет на то, чтобы вырабатывать коллаген Принцип ее достаточно прост Она оставляет отверстия, отверстия начинают заживать, коллаген начинает вырабатываться Обещают то, что кожа омолаживается чуть ли не на 40 лет назад, даже если тебе 15 Что кожа светлеет, молодеет, более нежная, более сочная становится Просто все самые лучшие эпитеты, которые можно только придумать Вот эта вот ручка гарантированно обещает Ну, такая сказка Но на самом деле на коже остаются ожоги Появляются отеки, новые рубцы, шрамы Иногда вообще от этих ожогов не получается избавиться А еще эти ручки не подходят ни под одну классификацию Поэтому их можно купить и самостоятельно использовать Ну, конечно же, сталкиваясь потом со всевозможными побочными эффектами И без малейшего понимания того, как эти побочные эффекты исправить Потому что шрамы и рубцы это только лишь небольшой список того, что может такая потрясающая ручка оставить после себя И в результате с кожей может случиться что угодно И все зависит уже от человека, который эту процедуру будет делать Так еще их может купить совершенно любой человек И без должной подготовки сам себе сделать хуже и навредить Процедура довольно болезненная Не могу сказать, что мне как-то помог обезболивающий крем Который местная анестезия Ощущения были очень яркими, болезненными Поэтому те, кто боится боли, я думаю, эта процедура не для вас Вообще эти плазменные ручки, как я уже говорила, не имеют никакой сертификации И они вообще не являются каким-либо медицинским инструментом Поэтому очень много вопросов к тому, когда косметологи их используют Потому что используют ли они их легально или... Ну, очевидно, нет Но в целом не будем погружаться в эту историю Просто вот сам факт Надеюсь, что я не постоянно смотрю в камеру, в камеру Потому что мне ужасно нравится этот топ Конечно же топик от бренда Безда Смотрите, какая красота Просто невероятно Ладно, не важно Но нравится мне Могу похвалиться Бесит Это тоже от бренда Безда, кстати Лайк Вернемся к ручке Самый прикол в том, что нет никаких толковых отзывов Есть отзывы только в моменте Но нет отзывов, которые бы просуществовали, там, не знаю, спустя 20 или 30 дней после применения То есть мы с вами можем видеть только отзывы Или отфотошопленные в усмерть картинки Которые обещают то непонятно чего Потому что нет никаких фотографий даже с периода реабилитации у этих людей Вот еще я не знаю, почему таких фотографий не существует Возможно, они есть, но найти их очень тяжело Вообще в Азии есть такая тема, что они делают фотографии сразу после того, как провелась операция То есть они не зовут тебя на фотосъемку спустя год или два А делают фото сразу после операции Конечно же, когда все еще очень красиво, здорово В каких-то моментах отекшее Но этот отек дает тот самый эффект разглаженной кожи Более омолодевшей на вид Просто за счет того, что кожа начинает набухать Ну, потому что она отекает И если отек не является каким-нибудь красно-сине-зеленым И не разоржается на синяки То выглядит это действительно весьма убедительно Что, в общем-то, страшно Я думаю, что все знают, что такое ринопластика С помощью инъекций или специальных нитей И обычно такие процедуры делают косметологи Они как бы могут без медицинского образования натворить всевозможную жуть Самое минимальное, что могут сделать такие косметологи Это попасть куда-то не туда Что в очень большом количестве случаев приводит к слепоте И это не я сейчас на вас страшилки пугаю А это буквально доказанный факт Даже все препараты, которые вводятся, например, для того, чтобы скорректировать форму губ Гиалуроновая кислота это называется Они не подходят для того, чтобы вводить процедуру в зону носа И это буквально у производителя не заявлено как желательная зона Плюс количество людей, которые столкнулись со всевозможными побочками После вот этой вот безоперационной ринопластики При помощи нитей или гиалуроновой кислоты Оно действительно очень большое Конечно, осложнение может пойти и на губы, и на щеки, и скулы Все, что там угодно люди делают Но количество осложнений, с которыми сталкиваются пациенты После того, как сделать безоперационную ринопластику в нос Оно, конечно, на фоне всего остального стоит отдельной графой Поэтому это крайне опасная процедура Но самое страшное, это какие-то авторские разработки штук, которые будут колоть в нос Потому что от них вообще что угодно может случиться Возможно, вы даже наблюдали такую картину Что в одно время было очень много всевозможных аккаунтов, тех же самых рилсов С тем, как классно делать себе безоперационную ринопластику Но с течением времени таких аккаунтов становится все меньше и меньше И эти рилс встречаются все реже и реже Возможно, потому что уже огромное количество косметологов столкнулись действительно с огромной проблемой Кстати, расскажу вам случай про мою знакомую У меня есть знакомая Она делала в какой-то момент своей жизни Теперь изоперационную ринопластику Благо, у нее все прошло без сильных осложнений Она сделала форму носа В общем-то, ее все устраивало Но потом она поняла, что она хочет делать уже полноценную ринопластику Ложиться под нож хирурга Ну, чтобы уже окончательно исправить форму своего носа И тут я вам хочу сказать, что далеко не каждый хирург Даже за большие деньги будет брать пациента Ну, с гиалуронкой в носу Потому что это действительно усложняет ему его работу Плюс результат может быть крайне непредсказуем Ввиду того, что филер мигрирует Филер образцает фиброзом Там вообще много чего происходит И как бы, да, это действительно была огромная проблема Поэтому моей знакомой, перед тем, как она легла под нож уже хирурга непосредственно Пришлось проходить достаточно большой курс по выведению этой гиалуронки Потом она находилась какое-то время под контролем хирурга И только спустя очень длительное время Ее взяли на операцию И операция у нее, благо, прошла успешно Но уровень отеков, который она получила Это был полная жесть Она прислала мне фотографии Я не буду вам их показывать Потому что это личная жизнь живого человека Просто придется поверить мне на слово Но там, как человек, который делал ринопластику Это было вообще не похоже на стандартную процедуру По изменению формы носа У нее буквально было все лицо заплывшее Абсолютно все И она едва ли могла даже видеть Потому что у нее настолько сильно все было в синяках и в отеках Что выглядело действительно очень страшно И ей сгоняли это с возможными таблетками и уколами Чтобы человек просто, ну, мог вести свою обычную жизнь После ринопластики, конечно, очень часто бывает такое Что у человека случаются отеки Очень часто бывают синяки на глазах Это как бы, ну, в принципе, это туда-сюда Это считается нормальным осложнением Нормальным результатом после операционного восстановления Но, тем не менее, ты можешь продолжать жить свою жизнь Если у тебя была там первичная особенно ринопластика И в целом, даже в той же самой Корее Я уверена, что многие люди, кто там уже был, вы наверняка замечали Какое количество корейцев и мужчин и женщин Вообще всех подряд ходят с лангеткой на носу после процедуры Потому что это реально не мешает тебе жить У меня тоже была эта лангетка Я тоже спокойно совершенно по той же самой Корее бегала, да У меня была процедура и в Корее, и в России Но это уже совсем другая история Давайте вернемся к процедурам Одно время назад было очень популярно делать процедуру Которая называется «Лисий взгляд» Это тогда, когда кожу на висках натягивают для этого И еще колют туда всевозможные штуки в подвороток Чтобы сделать его более острым И придать своему лицу более крутосечную форму На фоне всего остального Как будто бы «Лисий взгляд» даже и не страшно звучит Эта процедура появилась относительно недавно Всего 15 лет назад В чем ее методика? В желудок без всевозможного наркоза вводится ботокс И за счет этого стенки желудка сокращаются Человек начинает меньше переваривать пищу Соответственно, и он дольше не испытывает чувства голода И за счет этого теряет вес И опять же, главная проблема этой ситуации в том Что в желудок вводят ботокс И эту процедуру опасно делать людям У которых есть уже какие-то проблемы, собственно, с желудком И совсем недавно была история с тем Что 67 человек пострадали от этой процедуры И слегли с ужасными, жуткими проблемами Похудения такими методами, они крайне редко проходят у кого-то беспроблемно Плюс эта процедура, несмотря на то, что ей вроде как 15 лет, она достаточно мало изучена Поэтому неизвестно, с какими побочками столкнется человек в дальнейшем Но что за эти 15 лет было выяснено Как только эффект ботокса заканчивается И его хватает примерно от 4 месяцев до 1 года То желудок начинает работать, как он работал раньше Только с удвоенной, а то и тройной силой Поэтому человек, как правило, после того, как действие ботокса спадает Начинает есть еще больше У него еще больше вырабатывается чувство голода И он, естественно, возвращает все свои килограммы, которые потерял при помощи этой процедуры Так еще и сверху может набрать вес Ну а если человек будет продолжать прибегать снова и снова к этой процедуре, чтобы эффект не заканчивался Это может привести, например, к порыльчу желудка и к поражению нервов Звучит ужасно жутко, страшно, больно, ну вообще жестко, да Но мы с вами едем дальше, точнее погружаемся Вы когда-нибудь думали на тему того, какой у вас любимый цвет глаз? Может быть, ваш цвет глаз вам не нравится И вы думали, блин, как было бы классно его изменить В этом случае, конечно же, вам могут помочь линзы Ну или операция по смене глаз Не рекомендую Погружаемся дальше Уже были случаи, когда людям вставляли импланты в глаза, которые меняют их цвет Но это, грубо говоря, постоянная линза другого цвета То есть перед радужкой в глаз помещают искусственную радужку того цвета, который хочет человек И там она может оставаться на неопределенный срок Но как бы эта операция была такой себе из-за того, что люди просто-напросто слепли Потому что с долгим ношением этой штуки в глазу начинались проблемы И когда ее уже вытаскивали из глаз, то он был повержен И была невероятная куча побочек И в частности слепота Этой процедуре есть альтернатива И это лазерное изменение цвета глаз Лазер позволяет изменить цвет глаз на тот, который ты хочешь В частности, это часто работает с переменной цвета глаз с карио на голубые Там есть какие-то медицинские определенные терминологии и функции, почему это происходит Но это самая часто распространенная процедура Особенно много ее сейчас делают в Америке Но впрочем, много где эта процедура и не разрешена Потому что это абсолютно небезопасно Большинство всех этих практик по изменению внешности Они не имеют под собой никакой клинически доказанной базы эффективности Они не имеют никаких опытов или испытаний Временем они тоже пока что еще не прошли Поэтому эти процедуры много где не работают или запрещены Но что мешает нашим потрясающим серым косметологам все эти законы, запреты Обходить и выдумывать какие-то рандомные процедуры Потому что пока человек идет и несет им деньги Они будут делать и придумывать все больше и больше и больше И даже несмотря на то, что такие жесткие попочки, как Полная слепота или даже летальный исход существуют Эти клиники по изменению цвета глаз ведут свои тектаки Там они очень ярко показывают, как круто можно изменить цвет глаз Но, конечно же, молчат о последствиях Еще один из способов, как можно изменить цвет своей радужки Это татуаж Как он проходит? Сначала выжигают роговицу Потом вводят пигмент Это буквально самый настоящий татуаж, только на глазу Опять же, тут тоже есть очень много побочек Например, если глаз в момент процедуры расширяется Что, в принципе, достаточно естественная история Туда может попасть пигмент Что приводит, как вы уже догадались, к слепоте Ну а в долгосрочной перспективе с глазами вообще что угодно может произойти И если все это звучит достаточно сложно То есть нужно еще найти такого специалиста, найти ту страну, где все это в теории тебе могут сделать Ну и желательно потом еще выжить и не ослепнуть То сейчас я расскажу вам про легкодоступную жесть И это капли для смены цвета глаз Все началось с западных видео об этих каплях Потом они попали и на наш рынок Суть в том, что если капать эти капли несколько месяцев То вы измените цвет своих глаз И вот создатели обещают, мол, даже самые темные глаза сделать светло-голубыми У вас нет ощущения о том, что мы с вами возвращаемся к каким-то средневековым методам? Я о них уже вам рассказывала в одном из моих прошлых видео Это когда раньше люди себе в глаза капали белодон Для того, чтобы глаза казались более искристыми, темными и вообще сияющими Ну, конечно же, потом люди умирали и слепли И вообще там было огромное количество ладских мучений Но вот как будто мы сейчас возвращаемся именно туда Справедливости ради стоит отметить, что у этих капель есть некий сертификат о их безопасности И все в таком роде Но звучит это, тем не менее, очень странно и страшно Тем более, что сейчас нет какого-то анализа И нет адекватного количества информации о том, какие могут быть последствия от их использования Плюсом у этих капель нет никакой информации о возможных побочных последствиях И те, кто продвигает и рекламирует эти капли, тоже об этом не говорят Все говорят только о том, что такое-то невероятное чудо-средство, которое поменяет цвет глаз Как будто бы слишком легко, но как будто бы не стоит Вы знаете, на самом деле существует огромное количество еще просто ужаснейших штук И я бы хотела погрузиться на дно этого айсберга вместе с вами еще глубже Чтобы узнать о том, что вообще существует И возможно кого-то этим самым предупредить Хотя бы 10 раз подумать о том, на какую операцию или процедуру вы идете Потому что зачастую в интернете все очень гладко, классно И вообще люди умеют красиво стелить Только потом, когда они вам это красиво постелят, а вы на это приляжете Вам потом с этим дальнейшую жизнь жить И не факт, что эта жизнь будет такой же комфортной, как до момента принятия этого решения Поэтому я считаю, что такие вещи в целом было бы славно как минимум знать И рассказывать о их побочных эффектах Но многие производители, косметологи, да даже пластические хирурги считают Что в принципе знать этого не обязательно Ведь какой-то клиент доволен И этого достаточно Лайк, подписка Скоро продолжим погружаться дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!